Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Всем, кто работает в Photoshop или Lightroom, просьба этот скринкаст не смотреть. Ибо у людей, которые потратили кучу времени на изучение этих замечательных программ, потратили деньги, естественно должен присутствовать определенный снобизм, когда им говорят, что фото вполне качественно можно обработать в бесплатном онлайн-редакторе. А всех остальных я приглашаю за мной. Пора становиться в один ряд с Анри Кортье Брессоном, Георгием Колосовым и Сергеем Прокудиным-Горским. А для этого нам нужно не только уметь фотографировать, но и уметь обрабатывать фото. Значит нам нужна какая-нибудь желательно бесплатная программа. Мне нравится Polar, надеюсь вам она тоже понравится. Забиваем в поисковике Polar с двумя R и тут небольшая путаница сразу. Дело в том, что есть Polar для Web, которая выглядит красивее, чем третья версия, но она не умеет общаться с облаками, ну или я не нашел как это делается. А есть V3 Polar.co, которая не такая красивая, но такая же по функционалу и работает с облаками. Поэтому давайте изучать Polar в таком интерфейсе, тем более, что интерфейс во многом напоминает уже упомянутый Lightroom. Лучше сразу зарегистрироваться. Я это сделал заранее, поэтому просто войду, но там нет ничего сложного. Да, зашел. Интерфейс. Тут есть предустановленные фильтры или луты, или я не знаю, как вы их называете. Это для тех, кто любит в один клик полностью преобразить фото. Иногда это бывает удачно, иногда не очень. Дальше история выполненных действий, то есть можно вернуться на несколько шагов назад. Дальше импорт изображений, экспорт готовых изображений, отменить действие, вернуть отмененное. И тут, собственно, панель работы с изображением, то есть всяческие корректировки. Приступим. Сначала загрузим фото. Можно загрузить с компьютером, можно с облако. Я привык к Google Drive. Диск я связал заранее, но там тоже нет ничего сложного. И вот они два изображения. Море и настоящий индейц. Фото я выбрал специально достаточно убитый, но это не умаляет значение того, что изображено на обоях. То есть они мне дороги, я постараюсь как-то их вытащить. Так, начнем с морского пейзажа. Что можно сделать? Ну, во-первых, цвет. У нас тут все желтое, а море-то оно синее. Вот тут оттенок. Оттенок лучше не трогать. Но мы добавим немного аквамарина. Дальше то, что перевели как вибрация. Объяснить, чем это отличается от насыщенности сложно, но отличается. Теперь по свету. Видите, тут у нас на гистограмме видно, что диапазон сжат в середине. Шкала должна по-хорошему растягиваться от 0 до 100. Слева тени, справа света. Ладно, без теории, это все лишнее. Просто белые задираем, насколько возможно, чтобы не резало глаз. Черные опускаем. Видите, на гистограмме шкала растянулась. И теперь серединой подравниваем тоже на глаз. Что еще есть? Деталь. Деталь это резкость. Резкость можно увеличить, но это увеличивает и шумы. Поэтому ниже есть бегунки удаления шумов. Дальше оптика. Это виньетка. Наверное, все знают, что это. Зерно. Зерно эмулирует пленку, ну, добавляет шум. И линзы. Линзы убирают искажения широкоугольного объектива, например. А вот здесь можно работать с отдельными цветами. Ну, то есть, в голубом цвете можно поменять оттенок. Добавить насыщенности или яркости. Тут кривые. Кто не знает, что это, лучше не трогайте. А кто знает, тому и рассказывать нечего. Тонирование. Это такая коррекция по цвету в диапазоне цветов. Лучше тоже не трогать. Да, вот тут история, как я уже говорил. Фиксирует каждое действие. К каждому действию можно вернуться. Вернемся к насыщенности. Ну, вроде можно кадрировать. Видите, можно обрезать в пропорции исходника. Можно выбрать соотношение сторон. Можно преобразовать вертикальное фото. Но мы оставим как есть и поменяем угол. Горизонт у нас, надо сказать, достаточно сильно завален. Ну и хватит. Вот, что у нас было и что стало. Так, теперь следующее фото. Тут, по большому счету, нужно только вытянуть как-то из дикого пересвета. Конечно, результат будет не очень, но я сразу сказал, что фото совсем убитые. Ну и тут лучше сделать фото вертикальным. Там совсем пустые края. И добавить виньетку. Причем белую. Если фото плохое, нужны цыганские приколы. Ну вот. Плохо, конечно, но если бы еще посидеть, можно было бы сделать получше. Все, сохраняем обратно на облако. Тут тоже все достаточно просто. И в сухом остатке имеем две не самые идеальные фотографии вместо двух абсолютно бракованных. Программа замечательная, но все-таки этого мало, чтобы встать в один ряд с великими. Нужны еще две мелочи. Научиться снимать и посвятить этому жизнь. Но технических возможностей у вас, поверите, в разы больше, чем у Кортье Брессона, Колосова и Сергея Прокудина-Горского. Все, любите друг друга, творите, ибо творчество это одно из немногих, на что стоит тратить жизнь. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.